Сложно представить, но всего год назад на этом месте было болото. Сейчас здесь строится большой многофункциональный спортивный комплекс общей площадью больше 40 тысяч квадратных метров. Причем важно, что здесь будут находиться не только тренировочные залы, но и современный медицинский центр. Комплекс Сопка начали строить в конце сентября прошлого года. Это два блока, в которых будут тренироваться лыжники и сноубордисты. Проектом также предусмотрены залы для акробатики, тенниса и большой универсальный спортзал. Кроме того, здесь появится современный медицинский реабилитационный центр, оборудованный крио и барокамерами, специальной шестиметровой беговой дорожкой. Каждый аппарат по словам подрядчика стоит около миллиона евро. Здесь будет один из лучших медицинских восстановительных спортивных центров ФМБА. На этих площадях будут заниматься спортом студенты Сибирско-федерального университета. Здесь будет располагаться тренерский штаб и СФУ, и Академия зимних видов спорта. Вы видите, что здесь универсальные залы, здесь что-то такое. Это один из первых объектов, который строится даже не по графику, а с опережением графика. К середине июля подрядчик пообещал закончить тепловой контур здания и приступить к внутренней отделке помещений. Полностью завершить строительство планируют уже к концу декабря. А это значит, что уже в начале следующего года здесь смогут заниматься спортсмены. Ряд объектов закроются на реконструкцию. Здесь есть и большой игровой зал, где мы планируем перевести детско-юношеские спортивные школы по игровым видам. Самое главное, здесь есть специализированные залы для наших фристайлистов, зимников. Сейчас мы занимаемся в усеченном составе в центре «Спортекс». Здесь будет все для того, чтобы профессионально могли заниматься и вести техническую подготовку наших ребят, которые занимаются зимними видами спорта. Краевые власти подчеркивают, они строят не только для универсиады, а для всех жителей края. Все объекты станут наследием зимних студенческих игр. Так, на стадии строительства сейчас находится еще одно здание – новый хирургический комплекс больницы скорой медицинской помощи. Подрядчик также обещает закончить его к концу этого года. В этом году он будет поставлен в корпус, он четырехэтажный, под тепловой контур, будет оштукатурен отделом и останется установить оборудование. Это 16 операционных палат с полным оборудованием. Его полная смертная стоимость, как я помню, 2 миллиарда 40 миллионов. То есть город приобретет в этом лице еще очень хорошее такое медицинское учреждение. Остальные объекты универсиады сейчас находятся на стадии проектирования и экспертизы. Но министр строительства и ЖКХ края подчеркнул – красноярцы могут не переживать. Все они будут сданы в срок. При этом ни экология, ни зеленая зона города не пострадают. Взамен вырубленных по строительной площадке деревьев появятся новые, причем в два раза больше. Новости.